Новое видео выходит каждый день в 20.00 В данной серии видеороликов, кажется мы стали забывать, я постараюсь напомнить тебе о зашкварах твоих любимых ютуберов, про которые ты мог забыть, либо вовсе не знать. Поэтому приятного тебе просмотра! В связи с последними событиями на моем канале, которые кстати решились в мою пользу, Трипион Варда как бы ммм, ага, ну ты понял. Я решил вам напомнить то, почему страйки кидать как бы плохо и все такое прочее, а также привести вам несколько примеров того, как допустим мне кидали страйки, или как допустим Ангелу Касады кидали страйки, или как еще кому бы то ни было кидали страйки. Вообще, по максимуму рассказать вам о том, что такое страйки, и как бы как их оспаривать, и вот многое-многое другое, то что вам может понадобиться, если вы мало ли ютубер, который так сказать делает спорный контент, который ну прямо скажем не всем может нравиться, тем более тем людям, на которых делается этот самый спорный контент. И вот именно поэтому я вам могу сказать, чтобы вы, ну как бы прислушались, так сказать, немножечко ко мне и ко всему вот этому вот прочему. Однако, ладно, давайте уже начнем вот со всем вот этим вот, ну ладно, вы понимаете, это я думаю не так уж и важно. Так вот, дело в том, что когда ты делаешь какой-то видеоролик, и используешь как бы материал другого контент-мейкера, как бы, ну он может кинуть страйк чисто на системном уровне, но это уже давно признано таким вот знаете ли кресятничеством, потому что мы все работаем на одной и той же платформе. Мы все как бы заливаем видео на ютуб, и эти видео, они как бы в общем доступе, любой человек может их посмотреть, и любой человек может высказать какое бы то ни было мнение насчет всего этого. И оно как может быть позитивным, который, кстати, вот это вот позитивное мнение, оно нравится абсолютно всем. Но я не знаю человеку, которому бы не нравилось то, когда про него говорят что-то позитивное. Но, вы знаете, позитивное мнение, оно также отражается на тебе немножечко, так знаете ли, негативно. Потому что вот, когда тебе говорят только то, что ты делаешь вот все-все-все хорошо, у тебя все классно, у тебя все нормально, не останавливайся, ты не знаешь куда тебе дальше расти. Что тебе можно дальше делать? Вот допустим, мне достаточно часто говорят, что вот у меня как бы видео одно и то же, то есть чел стоит махает руками, и это вроде как неинтересно слушать, да, идет такая, знаете ли, немалая ассоциация с тобой, но как-то вот это вот все скучно. Мол, ты вот так вот рассказываешь, ты вот так вот говоришь, но анимации одна и та же, ты мог бы хотя бы там ракурсы менять или делать еще что-то подобное. В общем-то, я не буду сейчас во всю эту тему вдаваться. Думаю, что в новом сампообзоре, который по моим подсчетам, по моим планам должен выйти 1 сентября 2019 года в 8 часов вечера, дня, я не знаю, и так далее. Когда вы уже все придете со своего любимого первого звонка и будете, в общем-то, наслаждаться этим самым сампообзором. Вот, то есть на премьеру, поэтому нужно будет заранее записаться, и там я уже все поясню, все расскажу, все как там будет далее и вот многое другое. Поэтому, если вам не нравится вот чел, трясущий руками на белом фоне, то можете не отписываться, просто я в сампообзоре все объясню, вам все в самом деле станет понятно, и, в общем-то, вы все узнаете. Пока что я раскрывать всех этих деталей не могу, однако, ладно, я уже ушел немного не в ту стезю, так вот, в общем-то, мы разобрались с тем, что контент, который ты заливаешь на ютубе, он общедоступен. Любой человек его может скачать при помощи сторонних каких-нибудь решений, каких-нибудь сторонних расширений и всего прочего, и, в общем-то, скачать твой видеоролик и использовать его. В каких случаях нормально кидать страйк, ну и то, так знаете, ну как-то странно немного, когда человек просто взял и вот полностью перезалил твой ролик без каких-либо своих правок. То есть, просто вот как у тебя ролик есть, он его взял, перезалил, скачал и разместил. Вот, только в том случае кидание страйков, оно хоть как-то, ну, образумывается, то есть, ну, я не знаю, как-то это можно объяснить, то, что ты кинул страйк, чтобы, ну, как бы, повторный контент, он как бы был вот точно таким же. Ну, и то, даже такой страйк можно оспорить, если сказать, мол, то, что ты не собирался зарабатывать на контенте другого автора, у тебя есть там его разрешение, что-то там можно поделать. В общем-то, как-то это всё можно разрешить данную ситуацию со стороны автора. Ну, вот, даже в таком случае, ну, это как-то достаточно покрисятнически выглядит, и не каждый на всю вот эту вот хуйню решится, то есть, кинуть страйк, потому что даже это, ну, выглядит как-то странно. Это началось ещё с немагейских времён, там, знаете ли, канал на ютубе такой немаги есть, который в первую очередь начал, так, знаете ли, вставлять видеоматериал других авторов в себе в ролики. И, кстати, полетели страйки, после этого они как бы установили такой формат, что кидание страйков это петушиное дело, и все, кто кидает страйк, это крыса, петух, и он сознательно сознаётся в своём гомосексуализме. То есть, делает такой каминг-аут, когда ты нажимаешь под красный флажок на видеоролике человек, который тебя просто не устроил по каким бы то ни было причинам, ты пидорас, ты петух, и тебя каждый день в жопу порит тысяча афроамериканских мужчин, после чего спускают тебе вот всю вот эту вот белую кончу прямо на лицо. Ну, то есть, извиняюсь за такие подробности, но оно вот происходит именно так. Так вот, ладно, давайте уже перейдём к тем случаям, когда кому бы то ни было из нас кидали страйки, дабы вам напомнить, ведь наша рубрика называется «Кажется, мы стали забывать», я знаю, что на данном канале есть достаточно много ньюфагов, которые не смотрели мои самые первые обзоры, кстати, вы это зря посмотрите, они там, общий хронометраж всех обзоров там, ну, не более трёх часов, что-то около того. Это, в принципе, не обязательно, но дабы понимать всю концепцию вот этих вот всех видеороликов, это будет, в принципе, неплохо. Так вот, понимаете ли, в чём дело? Я когда-то, ну, уже там около года, или, возможно, даже двух назад, два года будет осенью этого года, по-моему, то ли в ноябре, то ли в октябре, точно не могу сказать, не буду обманывать. В общем-то, я сделал обзор на Луняшу, и вроде как она сказала, что, ну, ничего такого там нет, я посмеялась, ладно бы ты там как-то критически нормально подошёл, как-то бы там объективно всё это сделал, но ты этого не сделай, поэтому я кидаю тебе страйк. Вот это вот запомните. Чаще всего те люди, которые страйкают других людей, оправдываются, типа, тем, что, ну, вы знаете, мне не нравятся люди, которые хайпят на чужих именах, или там, ну, даже не на чужих, а вот на моём имени. Или там, допустим, блин, ну ты там фигню наговорила, поэтому я решил окинуть тебе страйк, вот, то есть, это сейчас были примеры Трипи Унварда и Луняш, там, сами разбирайтесь, где кто был. И, в общем-то, страйки, как бы, когда я получил первую страйку, я такой испугался, блядь, всё, сейчас весь канал застрайкует, всё будет хуёво, но нет. Ты просто подаёшь ответную апелляцию, указываешь там свои обязательно настоящие данные, после чего, ну, знаете ли вы, YouTube с вероятностью примерно 90%, если вы, в самом деле, ничего не нарушали, если вы воспользовались таким, знаете ли, как это называется, добросовестным использованием, то есть, использовать видеоролик другого человека в критических целях, в целях цитирования и так далее, это разрешается на YouTube, это разрешается. Иногда это разрешается с указанием авторства, иногда это не разрешается вообще, то есть, если вы сейчас опуститесь вниз под мой, практически любой видеоролик, кроме там, двух-трёх, вы сможете увидеть, что у меня лицензия, это Creative Commons, то есть, с указанием авторства. Это значит, что если вы будете использовать мой ролик, то у меня даже функции не будет такой, чтобы, там, кинуть на вас страйк и вроде того, поэтому мои видеоролики, вы вполне спокойны, даже по всем стандартам YouTube, по всем стандартам авторских прав, вы можете использовать в своих видеороликах, дабы всё было, как бы, максимально нормально, дабы всё было максимально хорошо и дабы всё было максимально сексуально, ну, чтобы вы его так вот плюс-минус понимали. Так вот, Луняша мне кинул страйк, я отправил, как бы, ответную апелляцию, главное в данном случае, это максимально быстро отправить ответную апелляцию, дабы YouTube максимально быстро её рассмотрел и ваш видеоролик разбанили. После чего, все ваши контактные данные, согласно закону об авторском праве, то есть, по-другому это нельзя, они приходят, как бы, из ЦУ, который кинул вам этот самый страйк. После чего, у него есть, там, 10-14 дней, чтобы подать в суд, разумеется. Если, естественно, несовершеннолетний, то подать в суд он не может, даже если он совершеннолетний. Судиться ради какого-то, там, одного куска, иметь возможность проебать суд, выплачивать компенсацию, то есть, для ИСЦа, опять же, это, ну, не особо хорошо. Судиться это стоит огромнейших денег, это стоит огромнейших усилий, это стоит огромнейших нервов. Ради какого-то одного, там, куска, ради какого-то одного видеоролика с вами никто судиться не будет, запомните меня. И, также, я вам хочу сказать, что всё, что вы заливаете на Ютуб, является собственностью Ютуба. У вас нету никаких авторских прав. То есть, если бы вы делали песни, и у вас был лейбл, или, там, ещё какая-то выпускающая компания, то, да, у вас есть право на свои песни, так как бит вы писали сами, текст вы писали сами, у вас есть, так бы, лицензиаторы, там, лицензеры, лейблы и так далее. Они выпускают, как бы, вашу песню, и вот она, она защищена авторским правом. Также авторским правом можно защитить какой-нибудь фильм, который, там, в скором времени поступит в прокат. Но защитить видео на Ютубе авторским правом невозможно. Если это обычное видео, где ты такой, типа, сел или, там, снял какой-то летсплей, у вас нету никаких авторских прав на всю эту хуйню. Так вот, давайте я вам напомню всё, что было. Луняша кинула страйк мне, я его оспорил, потом она кинула страйк Ангелу Кассада. Какой-то, по-моему, один страйк ему удалось оспорить, второй страйк ему не удалось оспорить, потому что там было какое-то заразглашение личной информации, что-то такое там, в общем, по принципам сообщества ёбнули, не по авторским правам, вот. И, в общем-то, он просто перезалил ролик с замазыванием вот всего этого. И, кстати, если вы мало ли не знали, то показывать чужие аватарки в своём видео на Ютуб нельзя, это разглашение личной информации, вот такой вот бред. Я не знаю, как это работает, почему, зачем и как, но это реально пиздец. То есть, аватарки ВКонтакте, они доступны абсолютно всем ВКонтакте, это публичная социальная сеть. И как бы банить за показ аватарок в каком-то диалоге, в сообщении, но это пиздец, это в самом деле пиздец. Потом Ангелу Касады кидал страйк в Санцет, я ему также помог там составить какое-то заявление, всё оспорить. Потом Лучеге там кто-то кидал страйк, я ему также вроде как помог это всё оспорить. Я не знаю, он мне не сообщал, там открылся ролик, не открылся, разбанился, не разбанился. Вот. Самое главное, что вы должны знать по поводу страйков по авторским правам, они в 90% случаев как бы решаются в вашу пользу, если правообладатель, как бы обычный челик с Ютуба правообладателем контента не является, им является Ютуб, вот, и как бы, ну, ладно. В общем-то, всем спасибо за просмотр на этом, я думаю, я вам напомнил про всю ситуацию с Луняшей, там, с Ансетом, с Лучегой, со всеми людьми, там, с Ангелом Касада, со мной, вот. Поэтому, знаете, кидать страйки это хуёво, все, кто кидают страйки, пидорасы. Всем спасибо, всем пока.